Сколько миллиардов рублей теряет Газпром из-за войны? Кому и за что Путин прощает долги? Сколько элитных квартир и дворцов нашлось у премьера Мишустина и с кем он продолжит обворовывать народ? Вся правда про новых старых министров правительства сегодня в программе «Ваши деньги». Я, Сергей Мальнев, приветствую и начинаем. Путин переназначил на пост главы правительства РФ Михаила Мишустина. То есть он продолжит контролировать все многомиллиардные потоки и часть из них перенаправлять в нужное русло. Именно так семейство Мишустина за последние годы обзавелось недвижимостью на 3 миллиарда рублей. Подробнее про зарплаты, официальные, теневые и образ жизни премьер-министра и его семейства далее в рубрике «Лица режима». Президент, его правительство и коррупция, которую они вместе все возглавляют, не меняются в России уже несколько десятилетий. Мне кажется, что было бы правильно, если бы мы продолжили с вами работу. Поэтому неудивительно, что после цирка под названием «Президентские выборы» Путин на очередной срок оставил в кресле премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Мишустин работает в государственных кабинетах уже почти 30 лет. И за это время он стал миллиардером. Как? Конечно же, благодаря коррупционным схемам, бесстыжему грабежу российского народа и Владимиру Путину, который стимулирует и покрывает всю эту преступность. Спасибо, уважаемый Владимир Владимирович. Хочу в первую очередь поблагодарить вас за доверие, которое вы оказали мне. Фонд борьбы с коррупцией обнародовал интересный список недвижимости, который владеют Мишустин и его семья. Общая стоимость активов достигает 3 миллиардов рублей. Конечно же, все это добро премьер-министр старательно прятал от глаз граждан, притворяясь честным и хорошим чиновникам. Но, к счастью, журналистам удалось раскопать правду. Итак, начнем с главного и самого дорогого объекта – поместье семьи Мишустиных на Рублевке. На территории в 2,5 гектара земли располагается целый дворец с богатой инфраструктурой. Тут и гараж на 300 метров, и теннисный корт, и футбольное поле, а также главный дом на 900 квадратных метров. А кроме него еще четыре дома, площадью от 150 до 800 квадратов. Всего на участке 3000 квадратных метров разных строений. Стоимость такой резиденции минимум в полтора миллиарда рублей. И все это добро оформлено на ближайших родственников Михаила Мишустина. Так, часть поместья принадлежит его сыновьям – Александру и Алексею. Еще часть – отцу и матери. А все остальное премьер оформил на свою сестру Наталью Стенину. Оформляют на себя это имущество, эти деньги, для того, чтобы в случае, когда настают проблемы и темные времена для коррупционеров во власти, они смогли удержать это богатство и не вернуть его тем, кому оно принадлежит. А принадлежит оно, конечно же, российским гражданам. Наталья Стенина – очень интересный персонаж. По факту, ее главная работа – быть сестрой премьер-министра РФ и номинально владеть большой частью его активов. Например, Наталья, а не сам Мишустин – официальный учредитель хоккейного клуба «Спортима», за который играют чиновник и его друзья. Также по документам она основательница организации, которая восстанавливала храм на Рублевке. Примечательно, что за такое благое деяние патриарх наградил не Наталью, а самого Мишустина. Видимо, священнослужители прекрасно понимают, кто реальный хозяин денег, за которые отстраивалась церковь. Кроме того, Мишустин оформил на сестру еще один дом на Рублевке площадью 925 квадратных метров и участок на 2500 метров. Цена такой недвижимости – примерно 400 миллионов рублей. А в самом центре Москвы, на Тверском бульваре, Наталья имеет в собственности огромное здание площадью 2000 квадратных метров. Рыночная стоимость помещения – 1 миллиард рублей. А вот на своих сыновей Мишустин записал целый пятый этаж в элитном жилом комплексе возле Москвы-реки. Стоимость недвижимости оценивают в 360 миллионов рублей. Все это Мишустин нажил за время работы во власти. Поэтому роскошные дома и квартиры он и его семья приобрели на ваши деньги. И вместо того, чтобы таких коррупционеров сажать за преступления против народа, путинский режим лишь взращивает и поддерживает таких взяточников, как Мишустин. Люди, которые окружают Путина, они также остаются во власти. Это говорит о том, что между этими людьми, между этими политиками есть связь. Связь коррупционная, в которой они взаимозависимы. То есть они понимают, что когда из этой цепочки коррупционных связей и влияния на жизнь обычных граждан выпадает кто-нибудь один, значит, нужно искать другого человека, который должен научиться работать в этих коррупционных взаимосвязях и который должен понимать, как воровать деньги. С такими ворами у руля страны россияне могут забыть о перспективном будущем для себя и своих детей. Под стать Мишустину подобраны и новые старые министры правительства. Путин поназначал на высокие должности воров-миллиардеров и настоящих преступников. Кресла получили люди, про которых выпущено немало расследований, и единственный интерес которых – набивание собственных карманов. Кому и за что Путин дает такую возможность? Показываем. После так называемых президентских выборов по Конституции России Путин должен был перезапустить правительство страны. Большинство министров осталось при своих должностях, но появилось и несколько новых лиц. Правительство обновилось, у нас новых появилось шесть министров, из них четверо пришли из регионов Российской Федерации. Это люди хорошо нам известные. Люди и вправду хорошо известны в коррупционных кругах. В главный орган исполнительной власти РФ кремлевский диктатор затащил взяточников, лжецов и воров. Тех людей, которые будут помогать удерживать преступный режим. Это не какие-то технократы, менеджеры, которые могут ужаснуться от последствий своих действий. Нет, это четкие исполнители воли Путина, которые с ним находятся в круговой поруке. Кто же будет решать судьбу российского народа? Сейчас покажем. К сожалению, в России должности раздаются не за профессиональные качества, а за лояльность к Путину. Что такое серьезное? Не верят. Поэтому неудивительно, что в кресле премьер-министра остался Михаил Мишустин. Чиновник почти уже 30 лет работает на государство. И на свою скромную зарплату умудрился приобрести недвижимости на 3 миллиарда рублей. А вот Сергея Шойгу с поста министра обороны подвинули. Вместо него войной теперь будет заниматься Андрей Белоусов. Пропагандисты Кремля сразу же начали нахваливать нового чиновника. Мол, он идеальный кандидат на эту должность. Отважный, честный. А главное, сын самого Рема Белоусова, который еще при Хрущеве занимался экономикой Советского Союза. Белоусов, министр обороны, который является сыном автора Касыринских реформ и идеологом автарки в России в создании мобилизационной экономики, затачивания экономических процессов под потребности войны. То есть перевод экономики страны на военные рельсы. На самом деле Белоусов такой же коррупционер, как и вся команда Путина. Издание Метла выяснило, что новоиспеченный министр ворует государственные деньги уже довольно давно. И делает это через фирму своего сына Павла. В частности, на Белоусова-младшего оформлена компания, которая якобы оказывает инженерно-консалтинговые услуги. Основные клиенты – государственные структуры. Минпромторг, Ростех, Роскосмос, Росатом, Генпрокуратура, Управление военно-технического снабжения, ФСО, ЦИК и множество других госструктур. Схема простая. Семья Белоусовых предоставляет свои услуги по завышенным ценам, что позволяет им воровать деньги из бюджета. То есть ваши деньги. Работа там непростая, мягко говоря. На должность министра энергетики Путин поставил своего родственника Сергея Цивилева. Чиновник, муж племянницы диктатора. Интересно, что она еще владеет угольной компанией. Калмар, который в 2018 году ей подарил давний друг Путина Геннадий Тимченко. Еще один новичок в правительстве – Михаил Дегтярев. Раньше он сидел в кресле губернатора Хабаровского края. А теперь будет заведовать всем российским спортом. К должности министра Дегтярев шел уже давно. Еще 10 лет тому он по поручению Путина стал техническим кандидатом на выборах мэра Москвы. После чего магическим образом у его семьи появился роскошный дом в двух километрах от МКАДа и 100-метровая квартира в центре столицы. Новое назначение получил и сын Николая Патрушева Дмитрий. Теперь чиновник-мажор будет курировать сельское хозяйство и экологию страны в кресле вице-премьера РФ. Конечно же, на его назначение никак не повлиял тот факт, что ранее журналисты-расследователи нашли у него незадекларированный особняк на 2000 квадратных метров. Участок в 2,5 гектара, 175-метровый лофт в центре Москвы и квартиру на 220 квадратов на набережной Москвы-реки. Ну так бывает так в жизни. На повышение пошел и самый богатый министр России Денис Мантуров. Журналисты нашли тайное имущество чиновника суммарно на 15 миллиардов рублей. К его роскошной коллекции скоро добавятся новые дома и квартиры. Ведь если в прошлом составе правительства он возглавлял Минпромторг, то теперь стал первым вице-премьером страны. Должность намного больших масштабов, а значит Мантуров сможет красть еще больше денег у народа. К сожалению, путинское правительство будет работать исключительно на военную машину Кремля. И удовлетворение финансовых интересов диктатора. О перспективном будущем, демократическом строе или спокойной жизни с такими чиновниками россияне могут забыть. На фоне масштабного дерибана портфелей в правительстве его некогда главный кормилец Газпром сообщает об убытке почти в 630 миллиардов рублей. Переориентация на восток не спасает. Более того, растущая зависимость от Китая ставит Газпром в совсем уже неудобное положение, с туманными перспективами. Что будет дальше с газовым монополистом? Разбираемся вместе с экспертами. Путин уничтожил Газпром. Компания отчиталась о чистом убытке за прошлый год на сумму почти в 630 миллиардов рублей. Газпром это вотчина российского президента. Он его угробил с точки зрения финансовой и с точки зрения выхода с европейского. Выбит крупнейший донор бюджета в результате того, что Газпром перестал поставлять газ на европейский рынок. Путин в начале вторжения в Украину решил шантажировать Европу газом. Он резко сократил поставки, чтобы с него сняли санкции. Но план не сработал. Вернее, даже не так. План-то сработал, но не в его пользу. Страны не пошли на поводу у диктатора. В Европе, в Европейском Союзе не спешили вводить санкции именно по газу. По покупке российского газа. Потому что была очень большая зависимость, особенно Германия и ряда других стран. Европейского Союза. И тут сама Россия помогла. Они решили заморозить Европу прошлой зимой. И резко сократили поставки газа. То есть вот рынок, который давал компании 75% доходов, вот по мановению волшебной палочки одного идиота, сидящего в Кремле, вот компания сказала, да забирайте, нам не нужен этот рынок. Ну вот я не знаю, я плохо понимаю, как Газпром будет пытаться сохраниться в качестве устойчивой компании. Потому в прошлом году Газпрому предрекали убытки на 2025 год на сумму в 1 триллион рублей. Но теперь эксперты говорят, что это наступит раньше. Ждал этого позже. Помнишь, мы говорили, что я ждал убытков у Газпрома типа в 2025 году. Ну вот жизнь догнала быстрее. Раньше одна из самых крупных компаний мира в своей отрасли. Мы ставим задачу монетизации разработки запасов этаносодержащего газа. У нас таких проектов два. Эти проекты являются одними из самых крупных проектов в мире. Теперь же Газпром превратился в компанию, которая не может выжить сама. Думаю, что все вы согласитесь с тем, что мы являемся свидетелями очень серьезных таких тектонических изменений, которые происходят на сырьевых рынках. И самое главное, меняется экономический парадигм. Частично такой убыток и благодаря Китаю. Путин дал направление на экономическое сближение с ним. Таким образом, Поднебесная получает небывалые скидки на газ, а российский диктатор не получает осуждения вторжения в свою очередь. Это не случайно то, что параллельно идут новости о том, что Китай вышел на первое место среди импортеров российского газа. И никто в правительстве не собирается выходить из зависимости от Китая. Они планируют уехать из России, когда все закончится. Это именно обычным россиянам придется расплачиваться. Они делают ставку на расширение поставок в Китай. Это значит, что это будет гораздо больше издержки и нужны огромные инвестиции, чтобы тянуть туда трубы. Это все будет гораздо дороже, чем экспортировать газ в Европу. То есть эта бизнес-модель не является прибыльной. У Путина теперь нет обратной дороги. Никто из цивилизованных стран не пойдет ему навстречу. Никто не хочет иметь дело с российским бизнесом, особенно если речь идет о прогосударственном российском бизнесе, как то Газпром, Роснефть, Газпромэкспорт, всевозможные там компании и компанишки, которые занимаются торговлей. Теперь у компании не остается вариантов. С текущим налогообложением она не может существовать. Эксперты уверены, что сейчас, чтобы Газпром просто выжил, ему начнут сильно смягчать условия. А в будущем его придется субсидировать. Это означает, что Газпром из донора превратился в такую субсидируемую отрасль, вот как была там угольная промышленность в СССР. Путин уничтожил национальное достояние. Газпром, который своими деньгами поддерживал множество отраслей, теперь сам нуждается в помощи. На параде 9 мая в Москве побывал президент маленькой африканской страны Гвинея Бесау Умару Эмбало. Он нужен был Путину для картинки, мол, во всем мире у него есть партнеры. На самом деле, визит Эмбала щедро и без спроса оплатили вашими деньгами. Речь про как минимум 28 миллионов долларов, списанных африканцам долгов. Но и это еще не все. Как Кремль покупает друзей? Показываем. Сфотографироваться прямо на параде 9 мая с серьезным человеком, настоящим лидером страны, это дорого. Дорого для Путина. Среди считанных глав стран в гостях у диктатора особенно засветился президент Гвинея Бесау Умара Сисока Эмбало. Мы не просто друзья, мы братья. Гвинея Бесау – это одна из беднейших стран мира. Постоянно занимает дно даже африканских рейтингов успешности. И тем не менее, чтобы просто затащить лидера крошечной и невлиятельной страны под кремлевскую камеру, Россия простила ей долги на 28 миллионов долларов. Огромные деньги, как для нищей африканской страны. А на остатки долга еще и дала отстрочку. Россия освободила Гвинею Бесау от уплаты совокупно 26 миллионов 700 тысяч долларов за долженности. Еще 940 тысяч долларов долга будут реструктуризированы. Два соответствующих решения между странами опубликованы на портале правовой информации. Они применяются на временной основе с 17 марта. Уже много лет Гвинея Бесау добивается у России вернуть им жизнь, как во времена холодной войны. Тогда Москва своего далекого сателлита Корнило дофинансировала за счет советских граждан. Россия вложила определенные вклады в поддержку борьбы Гвинеи и Бесау за независимость. Мы сейчас с вами только что глазу на глаз об этом говорили. Помогла становлению Бесаевской государственности. Содействовала расширению экономического и научно-технического потенциала вашей страны. Экономического смысла и выгоды не было, а было лишь желание поиграть в мировую войну. Так что после развала Союза все свернули. И много лет Эмбала упрашивает Кремль разверните обратно. Глава африканского государства отметил, что Гвинея Бесау может развивать сотрудничество с РФ в сфере нефтедобычи. И предложил, чтобы российское правительство активнее продвигало участие компании «Лукойл» в этих проектах. И уже много лет Москва эти выпрашивания игнорировала. Ведь для самой России эта затея убыточная и бесперспективная. 29 июля 2023 года Эмбала выпрашивал инвестиции у Путина. Тогда он говорил, что Гвинея Бесау хотела бы видеть более активное участие российской компании «Лукойл» в нефтяном секторе африканской страны. Заявил ее президент Умару Сисоку Эмбала в ходе встречи с президентом Дали. А вот теперь вдруг в Кремле таки расщедрились. И таки подарили возобновление проекта по разведке нефтяных месторождений, говорят эксперты. Спонсором посещения президентом Гвинея Бесау Эмбала России стала нефтяная компания «Лукойл». Российские нефтяники уже продолжительное время дружат с главой этой африканской страны. Почему же Путин все-таки прогнулся, причем именно сейчас, несмотря на катастрофическую нехватку денег из-за войны и санкций? Я приехал к вам как брат. А друг. И как друг? Конечно же. Кремлю позарез нужна картинка дружбы народов и международной поддержки на фоне растущей изоляции. Сейчас за любого гостя из-за рубежа, даже самого захудалого, Путин готов отдать из заначки страны очень многое. Мелкого диктатора из Западной Африки принимали с почестями, будто большого друга. А взамен просили лишь одного – изобразить искреннюю симпатию к России. Даже если это означает поддержку кровавой войны против Украины и тысяч жертв. Я также думаю, что очень важно, чтобы господин Путин сказал нам, что он может сделать для разрешения этого конфликта. Мы не можем покинуть Россию. И Умара Эмбала эту роль выполнял с блеском. То сравнил россиян и украинцев с братскими народами, будто и не было никакого вторжения, то улетит развлекаться в Грозный с Кадыровым на радость российским пропагандистам. Или демонстративно восхищаться показушным аналогом советской выставки достижений народного хозяйства в Татарстане. Путин визитом столь великого и влиятельного лидера тоже восхитился. И заявил, ждем в гости еще, а россияне заплатят за все. А еще заплатят за ежемесячные хотелки африканцев, чтобы те на камеру постояли вместе с отвергнутым преступником. А ведь каждый рубль, отданный таким вот сомнительным друзьям, это рубль, украденный у простых россиян. Под прикрытием войны путинская власть поднимает в стране новую волну национализации. Отжим заводов, компаний и корпораций фактически поставлен уже на поток, констатируют российские антикоррупционеры. О том, как Путин, главный военный преступник современности, становится еще и главным рейдером в России, наш сюжет. Путин узаконил рейдерство, и Россию накрывает новая волна так называемой национализации. Кремль массово отбирает заводы у собственников, в первую очередь военные предприятия. На самом деле слово национализация, наверное, слишком преувеличено в этом контексте, потому что если мы посмотрим на то, как компании, которые сначала попадают под арест, а потом куда-то уходят, кому они уходят? Они так или иначе уходят все к тем же приближенным, к Владимиру Путину. Одно из последних громких дел – арест активов Ярославского судостроительного завода. Это предприятие строит для военно-морского флота сторожевые корабли, морские буксиры и катера. Катер можно использовать и для прогулок, и для буксировки, даже в военных целях. Российская прокуратура через суд наложила арест на завод, причем публично в материалах дела. Сути претензий к владельцам нет. В российских медиа юристы считают арест началом национализации завода. Ведь эту тенденцию уже массово фиксируют в России и антикоррупционные эксперты. Модель, по которой они забирают, это оспаривание приватизации. Завод выпускает военную продукцию, и отчуждение вероятнее. Они уже за один-два месяца научились такие дела проворачивать, и прокуратура идет по накатанной. Другое дело, что была небольшая пауза после очередного скандала. В начале года дела появились, потом опять пауза, потом один-два месяца, и сейчас новая волна этих кейсов. Украинский экономист Александр Савченко уверен, национализация военных предприятий приведет к их деградации. В целом, национализация или воровство чиновниками предприятий у частных бизнесменов выгодно в Украине, потому что это приведет к увеличению коррупционной составляющей, а значит, снижению эффективности таких предприятий. В целом, процесс противоречивый. Предприятия в упадке, наоборот, получат заказы госфинансирования. Ну а то, что уже хорошо работало, а зачастую именно такие заводы Путин и забирает, покажет ухудшение в работе. Ведь государство – наихудший собственник, напоминают экономисты. Хорошее предприятие, которое прекрасно работали при старых собственниках, да, и вот этот момент их национализации, по сути, воровства государством, по сути, только испортил картинку, потому что нужно внедрять новый менеджмент, новые акционеры, новые интересы. И, в принципе, если говорить в целом, это ведет к снижению эффективности деятельности того или иного предприятия. По сути, национализированные предприятия станут кормушками для российских чиновников. Чиновник Петров, который сидит в Министерстве обороны, да, предлагает другому чиновнику из Министерства промышленности, давай заберем это предприятие, поставим своих директоров, я буду заказывать и финансировать, и будем выводить из этого предприятия налево деньги, коррупционные доходы. Российские экономисты не исключают, что, в частности, судостроительный завод национализируют, чтобы передать в руки конкретного приближенного к Путину. Судостроительный завод, скорее всего, уйдет просто в Ростех, потому что Ростех отвечает как раз за военную промышленность, ну, это не совсем национализация. Однако Путин деребанит не только военные предприятия. Вот эти вот переделы рынка, там, с Макфой той же, да, еще пока не знаем, кому Макфа уйдет. Да, ну, он ушел, например, друзьям Рамзана Кадырова, и, в общем-то, ну, это не государство, это просто родственники Кадырова, которые присосались к этой кормушке. Российские оппозиционные эксперты уверены, национализация просто прикрытие для тотального передела собственности, который начался с полномасштабным вторжением в Украину. Война началась, вода довольно мутная в России, и в этой мутной воде можно извлекать какие-то прибыли для определенных людей. Поэтому внутри такая бизнесовая история, где одни ресурсы будут уходить к другим, но, да, с помощью прокуратуры. То есть, если бы мы говорили о национализации, то, скорее всего, это должно было бы уходить в Росимущество, но этого не происходит. Это значит, что кремлевская верхушка, путинские кошельки еще больше разбогатеют на войне. Прикупят новые виллы, элитные машины. Пока россияне могут пополнить семейный бюджет только в статусе убийц и военных преступников ценой собственной жизни на кровавой войне против Украины. Это была программа «Ваши деньги». Показываем правду про то, как преступный режим Путина и его война делают всех россиян беднее. Спасибо, что смотрите нас. Встречаемся еженедельно по вторникам в 18.00 на телеканале «Фридом». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова